Говорите с Юлией Таратутой Ольга, расскажите, что с вашим институтом, кратко, если можно? Я просто оставляю какой-то этап своей жизни и покидаю все свои посты. У меня еще в институте социологии Российской академии наук был сектор изучения элиты, который закрыли. Институт прикладной политики я покидаю, членство Единой России приостанавливаю и начинаю новую жизнь. Вот так. Верно ли я понимаю, что приостанавливание деятельности в Единой России означает, по сути, выход из Единой России? Пока нет. Пока нет. Я просто перестаю заниматься партийными проектами и начинаю заниматься наукой. Я возвращаюсь в науку. Ну, вы выбрали такую мягкую формулировку, но вот, я напомню зрителям, ваша биография в этом смысле, она любопытна. Потому что в 2009 году вы вступили неожиданно для многих в Единую Россию. Почему неожиданно? Потому что вы все время декларировали не то, что не партийные ценности. Ну, вы сами говорили о том, что это для вас сложный выбор, что вы демократ по убеждениям, и что Единая Россия вам не представляется, не представлялась до тех пор, пока вы в нее вступили, тем самым местом, где все это, значит, процветает пышным цветом. Потом вы долго в ней работали и выступали в качестве единоросса, и любой спикер как-то всегда там на счету. А теперь вы приостанавливаете членство. Я не буду возгонять вас в формулировки, но для нас это означает, что, в общем, вы теперь как функционер Единой России работать не станете. Что у вас там случилось? Ничего совершенно не случилось. Случилось в стране. А в стране, на мой взгляд, революционная ситуация, и очень быстро, стремительно развиваются опасные процессы, которые могут привести к серьезной дестабилизации. И мне, как ученому, кажется, самым важным сейчас заниматься этим, для того, чтобы понимать, что происходит. И если есть какая-то возможность остановить худший сценарий развития событий, который действительно приведет к серьезной дестабилизации жизни, то это тоже сделать. Мне кажется, что сейчас это просто очень-очень важно. Более того, я не вижу, чтобы кто-то этим серьезно занялся. Есть пропагандисты с одной стороны и пропагандисты с другой стороны. Но какой-то объективный исследовательский взгляд, по-моему, отсутствует просто. А вы когда вступали в Единую Россию, я просто подняла немножечко записи ваши, вы говорили о том, что вам совершенно легко будет совмещать партийную работу с научной деятельностью. Потому что, ну, в общем, вас никто не неволит, и в этом смысле все вот так. И вы даже хотели совершать, ну, вы, может быть, объясняли это как человек на той точке пути. Вы даже собирались там в чем-то убеждать Единую Россию, что вот надо быть хорошими, демократичными. Такой какой-то то ли внутренний подкоп, то ли, значит, теория малых дел. Я не очень понимала. Вы как-то не удалось это все? Нет, вы знаете, у меня была некая гражданская позиция, которую, в общем-то, вы изложили, и некая научная позиция, которая связана с тем, что я более 20 лет изучаю элиту. Самую закрытую, можно сказать, карцерную группу в нашей общественной жизни. Изучать ее неимоверно сложно. И изучать ее по газетам и телевидению просто невозможно. Задавать вопросы Путину-Медведеву и потом делить их пополам, как делает, ну, стандартная социология в ходе опросов своих, бессмысленно тоже. Здесь нужны особые методы, и я разработала целую систему таких методов работы с элитой, которые всегда требуют близкого приближения к ней, иногда внедрения. То есть необходимо иногда стать инсайдером, чтобы понять этот процесс. Я понимаю, что вы пришли в Единую Россию для того, чтобы заниматься, если так можно выразиться, ну, не шпионажем, и не знаю, что-то промышленным или каким-то... Научными исследованиями? Да, научными исследованиями, но некоторым детективным расследованием и внедрением. Да, вы знаете, представьте себе на секунду, что вы хотите понять, что происходит в российской элите. Как бы вы это делали? Никакие стандартные методы не годятся. Да, приходится иногда... Я и раньше, собственно, я всю свою жизнь, пока я исследовала элиту, я делала ровным счетом это. Я приближалась к какой-то группе людей для того, чтобы лучше понять, что происходит. А как вы это делаете? Это не шпионаж, потому что шпионаж происходит в пользу кого-то. Здесь это просто потребность понять объективный процесс, который происходит. Он не в пользу никого, в пользу науки, если хотите. А как вы приближались к другим группам? Вы занимались силовиками, насколько мне известно? Да, конечно. Для того, чтобы понимать, что происходит в силовых структурах, мне приходилось, конечно, много контактировать с этими людьми. И разными способами, с губернаторами, например. Тоже у меня был специальный проект по губернаторам. Нет, то есть уже контакт с силовиками устанавливался каким образом? Вы каким образом приближались к ним? Установка дружественных связей. То есть, если говорить так на языке спецслужб, это создание собственной агентуры. А это как какие-то совместные ужины, проживания совместные? Что это? Да, да. И поездки, и неформальное общение, и жаркие споры. Но только тогда, когда у тебя есть друзья, это возможно. Если люди тебе не доверяют, они не будут с тобой говорить. Вы заработали много друзей в Единой России за это время? Да, много. Они уже как-то поняли ваши устремления и что-то сказали по этому поводу? Нет, я не думаю. Собственно, я никогда не обсуждала это в таком ключе, что вот, ребята, я вас изучаю. Но мне было тяжело. Вы заметите, что три года пребывания в Единой России я практически ни строчки не написала. Я не занималась публикацией своих научных результатов. Я их только накапливала, собирала. Потому что, к сожалению, обнаружилось, что все-таки одновременно быть в этих двух ипостасях, и ученым, и политиком, невозможно. Политик занимает позицию, а ученый всегда дистанцируется и наблюдает за политическим процессом отстраненно. Вот, здесь невозможно. Поэтому моя научная деятельность была сжата и так скована как бы этим. Поэтому сейчас, когда мне кажется самым важным из всего, что я вот делала и что я могу сделать, это заняться изучением революционного процесса, я отхожу в сторону для того, чтобы опять обрести вот этот независимый взгляд, не замыленный, не ангажированный, никакой. А вот, вы знаете, человек, в партию которого вы вступили в тот момент, Владимир Путин, он вообще очень хорошо разбирается в таких, мне кажется, вещах, как внедрение и прочее. Как вам кажется, это вообще опасно? Ну, просто то, что вы делали, и то, что вы сейчас, ну, говоря по простым языком, спрыгиваете. У нас вот такой был лидер партии? Вот. Я не знаю, может быть, это и опасно, но если об этом постоянно думать, то тогда я бы не могла никогда заниматься такого рода исследованиями. Всегда в них есть, конечно, ну, может быть, в самые первые годы, когда я приближалась очень там к криминальным структурам, тоже с целью их изучения, как они проникают в власть и так далее, у меня были какие-то неприятные очень моменты. А так, в принципе, ну, пока я не чувствую, что это опасно, хотя, может быть, недооцениваю, не знаю. Ольга, скажите, а вы же вот в своем, в этой своей партийной ипостасе, вы продвинулись довольно серьезно, да? Ну, вы не заняли никакого серьезного поста в верхушке Единой России, однако же вы стали доверенным лицом Путина, вы, очевидно, сотрудничали, мне сложно сказать, в каком качестве, социолога или аналитика, чего-то там такое, с избирательной компанией и, соответственно, с избирательным штабом. Вас туда допустили? Вот первый вопрос. Ну, да, конечно, я же активный человек, поэтому я бы с удовольствием и дальше, например, была возможность стать, там, членом Генерального Совета, я бы с удовольствием туда вошла и работала бы еще и дальше какое-то время. То есть есть сопротивление материала, но если двери закрываются в этом, то тогда я теряю возможность понять, как внутри, вот, знаете, это как анфилада комнат, должны быть открыты двери, если они где-то закрыты, то тогда нет смысла уже оставаться. Мне просто интересно, вас как бы как внедренца раскусили или нет? Ну, то есть вот, то есть вы социолог, который прославился своими исследованиями в области, там, доли, условно, чекистов, да, ну, вот, если набрать в Яндексе ссылки на вас, то все узнают, что две трети государственных деятелей, вот, эпохи Путина, по Ольге Каштановской, это чекисты. Ну, вот, попросту так написано. Дальше вы, значит, идете в Единую Россию. Вам, то есть я имею в виду, вас допускали близко, потому что вы были полезны или потому что, может быть, вы сейчас, вам удобно говорить, что вы были внедренцем, потому что ситуация изменилась? Я не знаю, я не думаю, что мне прям как-то ужасно там доверяли, и какие-то мне секреты, я никаких секретов, конечно, не знаю. Я все-таки оставалась рядовым членом партии, хотя, может быть, более активным, чем другие рядовые члены. Вот, и какие-то начинания там у меня были, и проекты, и так далее. Но не могу сказать, что очень уж прям мне там давали зеленую улицу и говорили, ну, давай, вот здесь делай. То есть как бы да, и как бы нет, такая, знаете, ситуация была немножко болото, что я не очень понимала, я это делаю или все-таки это не стоит это делать. А в качестве доверенного лица Путина? Ну, это очень интересный опыт, конечно. Что происходило с вами в этот момент? Ну, я все это опишу, я пишу книгу. Ну, нам хотелось бы анонс небольшой. Да, ну, еще это уйдет время какое-то, пока я это опишу. Ну, просто это какие-то элементы существования элиты в нашем государстве. Книга будет называться «Антропология российской элиты». И там вот описаны какие-то нравы, и как это делается, как функционирует, как подбор людей, что для них важно, что нет, система ценностей и так далее. К слову о системе ценностей. Вы, побывав, собственно, там, поучаствовав в разных компаниях, вы согласны с лозунгом, который работал на думских выборах, вот, который придумал какая-то часть оппозиции, что «Единая Россия» — это партия жуликов и воров. Вот, буквально, с эстетической и с содержательной точки зрения, как вы относитесь? Нет, конечно. Конечно, нет. Я считаю, что это лозунг оскорбительный, просто для очень большого количества людей, порядочных и честных. И на свой счет я это воспринимаю как оскорбление просто. Вот. Я считаю, что нельзя обвинять в преступлении, а воровство и жулиничество — это преступление. Людей, у которых у вас нет доказательств. Если есть доказательства, тогда надо обращаться в суд и так далее. То есть, мне кажется, что правовое государство у нас возникнет только тогда, когда мы не будем говорить огольно, они все коррупционеры. Вина каждый раз конкретна. И если вот эта куча мала возникает, что все вот такие плохие, тогда ничего не меняется. Как только обнаруживаются конкретные люди, виновные в том или другом преступлении, тогда мы продвигаемся в развитии правового государства, правового сознания. Поэтому я категорически против, хотя я, конечно, отдаю дань автору этого, что ему здорово удалось раскрутить, брендировать это. Здесь, с точки зрения журналистской, такой пиаровской, да, конечно, ход был яркий. Так, если я верно понимаю, вы ушли из... приостановили членство Единой России, для нас попросту ушли. Значит, перестали заниматься политической деятельностью для того, чтобы изучать революцию. Да. Если я верно поняла, делать эти два дела сразу вам, казалось, уже невозможно. Невозможно. Вот, поставим на этом точку. А теперь к сегодняшним новостям. Вот, значит, у нас ваша задача описать революцию, а у нас сегодня обыски. Вы, наверное, слышали об этом. Вот завтра митинг 12 июня, митинг, который вырастает из шествия. Митинг согласованный, шествие тоже согласовано. Но, несмотря на то, что были разные варианты маршрутов, и все передумывали много раз за ночь, вот вроде как санкционированная акция. Все стороны пришли к согласию, никто не против. Сегодня обыскивают лидеров оппозиционного движения. Что это по-вашему? Юридически я не могу это комментировать, потому что я понятия не имею, что там и за что их обыскивают, что там интерминируют. Нас интересует ситуативный анализ. Да, если говорить в целом, то революция это всегда война некая. В ней есть игроки, есть стороны этой войны. И некоторые понимают это слишком так примитивно. Игроков тут очень много. И, ну, если так просто разделить на черных и белых, которые борются сейчас не на жизнь, а на смерть, и это борьба на уничтожение, поэтому они не хотят никакого диалога, тогда все понятно. Одна страна не хочет допустить бунта, революции, дестабилизации, и делает все, чтобы этого не произошло. А другая страна ее кусает, власть кусает, и хочет ее свалить просто. А что мы понимаем в этой ситуации под второй стороной, но именно под властью? Мы понимаем, вот какую часть власти? Это силовики, которых вы изучали? Это президент и премьер? Нет. И что за группа людей? Это, конечно, политический класс, весь целиком политический класс, которому традиционно в России противостояла интеллигенция. И она была лидером каких-то протестных движений всегда в России, если мы посмотрим историю. Вот. И сейчас это точно так же. Это интеллигенция борется с властью, которая, конечно, хочет статус-кво сохранить. То есть, вот, здесь понятны интересы сторон, вот, просто участников гораздо больше, чем кажется внешнему ругодателю. Ольга, а я не очень понимаю, как власть может сохранить статус-кво, если в ситуации, в которой вожжи были немножечко расслаблены, а именно санкционировали акцию, она сама накаляет обстановку? Ну, то есть, эти обыски происходят не за две недели до митинга, да? Они происходят буквально день в день. То есть, в чем задача, по-вашему? Я не знаю, но, видимо, люди сидели, думали и хотят обезопасить что-то, потому что опасно всегда, невозможно взять и арестовать сто тысяч человек. Но, возможно, выхватить лидеров и их как-то нейтрализовать. Наверное, речь идет о... То есть, речь идет о том, что мы разделяем лидеров и толпу, условно? Да, но только очень важно понять, кто здесь лидеры. Я думаю, что есть некая надводная часть айсберга, а есть и подводная. И подводная, я боюсь, самая опасная, потому что идет фрагментация в элите, очень опасный процесс, который начался именно в период Медведевской оттепели. И я бы даже сказала, вследствие некоторых действий власти это начало происходить. Вот. И у элиты, которая хочет этой дестабилизации, у нее гораздо больше ресурсов, чем просто у конкретных товарищей, у которых обыски проводят. То есть, верно ли, я понимаю, что вы говорите сейчас о том, что за лидерами оппозиции, по вашему экспертному мнению, стоит какая-то часть элиты, которая хочет продолжения Медведевской оттепели, а не возвращения Путинской неоттепели? Да. Все общество сложно устроено. И в любой революции есть контр-элита, есть та часть элиты, которая хочет свалить действующую элиту и прийти на ее место. И есть люди в разной степени недовольные чем-то конкретным. Ну, коль, мы уже пришли к этой теории заговора. О ком вы говорите? Что это за часть элиты? Это не заговор, это обычная политическая борьба. Нет, нет, ну я объясняю. Ну, да, ее можно назвать, конечно, и заговором неким, но... То есть, это тоже пирамида. Мне просто интересно, о ком вы говорите? Вот, то есть, вы говорите, очевидно, не о гуздепе. Вы, очевидно, говорите о русской, о российской элите. Что это за люди? Что это за команда, которая заинтересована в таком повороте событий? Представьте себе, что власть — это пирамида, и она сужается кверху. Значит, конкуренция на каждом этаже возрастает, и кто-то должен уйти с нижнего этажа при переходе на более верхний. И вот все эти люди, которые отсекаются, которым что-то не дали, они обижены. К кому у нас что-то не дали на этом этаже? Постоянно. Вот, министр, формируется новое правительство. На каждый пост претендовало там 3, 4, 5 человек. Одному дали, а четверым не дали. И так на каждой должности, при каждой раздаче чего бы то ни было, каких-то привилегий там и чего угодно. И все же вы говорите о том, что в такой постановке вопроса заинтересованы люди, которые подкармливали, в общем, медведевскую либерализацию. Я просто хочу, чтобы вы это установили. Да, конечно, да. На самом деле, вот эту разбалансировку системы вызвали именно некоторые действия Медведева, которые... Путин был очень осторожен для того, чтобы не создавался большой объем вот этих обиженных людей. Он был очень деликатен к тем, кто уходил в отставку, кто не получал что-то. Вот. Медведев делал более решительно, хотя, может быть, кажется, что он более такой либеральный и мягкий. На самом деле, его действия с точки зрения элиты были иногда более жесткими и вызывали большее количество людей, которые теряли почву под ногами, как бы. Вот. Конечно, они недовольны. Среди них не все там хотят бунтовать. Но количество обиженных внутри элиты иногда достигает критической точки. Вот вы не хотите называть людей, да? Хотя мне любопытно, кто это? Это политики при Медведеве или это бизнес? Я не журналист, я ученый. Для меня, интересно, социальная группа, а не... То есть, фамильные... Не стану вас мучить, да. Не стану вас мучить, вы, видимо, не собираетесь об этом говорить. Вы уже сказали, ну, обозначили, в общем, имя человека, под шапкой которого якобы это все делается. Хорошо, а все-таки вернемся к сегодняшним событиям. Я просто не вижу логики. Вы говорите о том, что опасно повышение градуса со стороны оппозиционного вот этого сектора и подкармливаемого какими-то, значит, мифическими, обиженными политиками или бизнесменами или кем-то там еще. Вот. А есть, собственно, сегодня конкретные действия. Мы говорим о повышении градуса. Вот оппозиция пошла договариваться с властью. Власть с ней договорилась. То есть, даже самые радикальные оппозиционеры согласились с тем, что эта акция должна быть согласована. Сегодня власть повышает градус. Никаким иным способом это невозможно сформулировать. Но причем здесь какая-то акция. Дело же не в этом. И речь-то идет не об этом. Потому что есть силы, которые хотят власти. Для этого надо сместить Путина и самим прийти к власти. Понимаете? А есть другие люди. Вот в этой пирамиде оппозиционной тоже много слоев. Есть люди, которые недовольны медициной. Они просто устали от бардака, который у них там в их квартирах, в их домах и так далее. Они просто не знают, кто в этом виноват и винят по привычке царя. Вот все там Путин. И так далее. Есть люди, которые более осмысленно понимают политическую систему. А есть, которые просто хотят власти. Вы же понимаете, между теми, которые недоволен российской медициной и те, которые рвутся к власти, дистанция очень большая. Они все в оппозиции. Я просто все время вас пытаюсь вернуть к вашему же исследованию силовиков. А вы каким-то странным для меня образом... Может, я не понимаю, тогда извините. Вы странным для меня образом все силовые действия квалифицируете как действия, устроенные либералами условно. Но это ваш, в общем, в данном случае творческий метод. Я его не до конца понимаю. Где здесь логика? Нет. Да, я, значит, просто плохо объясняю, потому что речь вовсе не идет ни о каких либералах. Здесь слово либерализм вообще неприменимо. Есть люди, которые идеологически просто... Да, вот у нас как бы потерян вектор развития. И либералы – это те люди, которые говорят, есть вектор развития, давайте его четко совершенно следовать по нему. А в другой части вектор не очень такой размазанный немножко. Это вызывает какие-то реакции. Просто процесс, он очень сложный. Это заметно. Да, но то, что мы в прессе читаем, он явно упрощает. Почему я сейчас иду и завтра иду с исследовательскими целями. У нас целая большая команда социологов будет завтра опрашивать людей на митинги, на шествия. Вот. Мы хотим понять мотивацию людей и их структуру, ценности, что им надо, чем они недовольны. Верно ли я понимаю, что вы, в общем, прогнозируете такое обострение ситуации, едва ли не революционный сценарий развития событий? Я считаю, да. Я считаю, что все идет к этому, что это очень сложно. Ольга, я задам последний вопрос. Опять же, вернусь к вашему исследованию. Повторю для наших зрителей, вы говорили когда-то, приводили буквально точные цифры о том, что, по вашим данным, около 2 трети нынешних чиновников и вообще людей, занимающих госдолжности, это выходцы из спецслужб, были действующие сотрудники спецслужб. Но их при Медведеве сократилось в два раза. В конце Путина, в начале 2008 года их было 45%. Они и недовольны? Часть из них недовольна, конечно. Хорошо. А у вас была еще одна забавная формулировка в свое время. Вы называли членов Политбюро Путина, по-моему, в 2007 году. Вот я прочла в журнале «Власть». Да-да-да. Ну, я просто помню последнее наименование. Вот. И вы тогда включали в Путинское Политбюро Виктора Иванова, это глава Госнаркоконтроля, Сергея Иванова, нынешний глава администрации, Игорь Сечин, нынешний руководитель Роснефти, который не остался в правительстве и в Кремле, и Николай Патрушев, совбесток до ФСБ. Я хочу вас спросить про сегодня. Сегодня все пришло в движение. Из кого сегодня состоит Политбюро Путина? Вы знаете, метод у меня очень простой. Я анализирую графики президента и премьера, и накладываю их, выявляю людей, которые присутствуют всегда и везде, на всех совещаниях, стратегических, закрытых, открытых и так далее. Вот сейчас все это пришло в движение, поэтому сейчас надо смотреть. Но, как правило, это глава администрации президента всегда, конечно, премьер-министр, и некоторые другие люди, которые не так очевидно поступают. Например, до последнего времени это был Сердюков, министр обороны. Вот сейчас, я повторяю, поскольку произошла пересадка людей, то это в процессе формирования вот этого нового Политбюро. Теория про то, что люди, которые входят условно в Политбюро, любят держаться в тени, и вообще распространенное мнение о том, что важные решения в российской политике, экономике, бизнес-пространстве принимают вовсе не люди, которые на виду, не чиновники, а так называемые друзья Путина. Да, я повторяю. Это было давно, понимаете, система политическая меняется. Да, при Медведеве это стало не так. Он подходил более формально. Если Путин всегда из формальной структуры выбирал некоторых людей, то есть он редко встречался со всем правительством, встречался с президиумом правительства и так далее, с некоторыми членами правительства, то Медведев действовал более формально, поэтому при нем это было не совсем так. А сейчас при Путине 3.0 посмотрим, просто еще процесс не стал очевидным. Ну, я вижу некоторых людей, которые кандидаты туда, но пока еще... Назовите их нам напоследок, кандидатов. Вы же видите их. Ну, как я уже сказала, конечно, это глава администрации, а про остальных я пока подумаю. Спасибо. С нами была Ольга Краштановская, про которую я могу теперь уже сказать, что она приостановила членство в Единой России. Она прекратила заниматься политикой, хотя пришла в нее не так давно. И, собственно, продолжает заниматься социологией уже, как мы понимаем, в лаборатории, да, Краштановской, так называемой. Да, которая будет заниматься пристальным изучением революции, ни много ни мало. А с вами была я, Юлия Тратута, ведущая программы «Говорите». До встречи. Говорите с Юлией Таратутой.